Здравствуйте, уважаемые пользователи First News! Сегодня в гостях у очередного выпуска передачи 5 o'clock с Азерем Гарибом Рамиз Абуталабов. Рамиз Абуталабов, я перед передачей спросил вас, как вас представить, вы сказали пенсионер. Но вы скромно молчали о том, что вы очень активный пенсионер, вы публикуетесь, вы считаетесь лучшим знатоком азербайджанской миграции, вы занимаетесь издательской деятельностью, и вы долгие годы проработали в ЮНЕСКО в Барижи. Рамиз Абуталабов, в нашем обществе в настоящее время ЮНЕСКО как организация очень известна. Первая леди является послом доброй воли ЮНЕСКО, к нам приезжают руководители ЮНЕСКО и предыдущие руководители, и нынешние осуществляются проекты под эгидой ЮНЕСКО. А что знали про ЮНЕСКО в советское время? То есть какие контакты были у Советского Союза с ЮНЕСКО, учитывая, что Советский Союз был закрытой страной? В советское время формально членами ЮНЕСКО были три страны от нас. СССР, Украина, Белоруссия. Как и волн, да? Да, как и волн, да. И, естественно, основные мероприятия, скажем, даже в системе, скажем, кадров, как советские граждане работающие там, которые проходили по конкурсу, было больше всего, конечно, москвичей, петербург, ленинградцев, меньше из Киева, чуть меньше из Минска. Но, тем не менее, при любом наборе, при освобождении вакантных мест секретаря ЮНЕСКО, объявлялся конкурс СОСКО, так же, как ООН. Это называется специалистическое учреждение ООН. И Советский Союз, как и другие страны, представляли кандидатов на эту должность. Здесь приезжал обычно такой начальник отдела кадров в то время, в мое время, Роже Барнс, американец. И он проводил интервью с будущим кандидатом. А советская сторона выдвигала одного кандидата или несколько? Нет, обычно одного. И за него очень, конечно, крепко боролось. Очень крепко боролось. Потому что сейчас, скажем, даже из Москвы кому-то попасть в ЮНЕСКО или в ООН намного сложнее. Во-первых, сейчас надо знать два языка обязательно, английский-французский или английский-испанский. А второе, можем с одним языком. И если уже отбор прошел в СССР, конечно, у тебя шансы были большие. Например, скажем, первый раз, когда я подавал, меня представили на конкурсе секретаря ЮНЕСКО, было 27 человек на место. С разных стран? С разных стран. Из 27, значит, шел отбор по документам. И выбирали так, чтобы группу блоки не обидеть. Скажем, соцблока один человек, западного блока один, неприсоединившийся один. И еще так, с северные страны, Балтика, то есть это Швейцын, Норвегия и так далее. И вот и осталось фактически 4 человека. Короткий список был 4 человека. А потом смотрели, конечно, представленность. Если, скажем, условно, американец, американцы перепредставлены, там квоты были на каждую страну в зависимости от членских взносов. Если американец, скажем, по квоте им полагалось, там, скажем, 20 мест, а их было 25, естественно, у того, кто недопредставлен, шансов было больше. Это тоже, да. Вот такая была система приема. Это было, в общем, довольно сложно. Но Советский Союз, конечно, мощно стоял, требовал, встречался с, скажем, генеральными директорами и так далее. То есть такая лоббистская деятельность правительства очень чувствовалась. Так что вот таким образом я могу сказать, что какой-то, ну, даже в большей степени я обязан, конечно, тогда МИДу СССР, который пробивал, не только меня, всех советских кандидатов пробивал на работу ЮНЕСКО. Что касается контактов с Азербайджаном, тогда, конечно, таких контактов не было, но проникали, скажем, я помню, что покойный академик Мехти Мехти Задебел, он где-то в 60-е годы был экспертами ЮНЕСКО по образованию. Отдельных специалистов приглашали, тоже через Москву, естественно, через МИД. Но, скажем, во время таких праздников, как типа 50-летний СССР или 60-летний СССР, обязательно в состав советской делегации включали, скажем, артистов, деятелей искусств из республик. Вот таким образом, да. Потом, скажем, я когда работал уже, чуть-чуть, конечно, стал помогать нашим, скажем, в 74-м году мне удалось добиться стипендии Литвия Риманова, чтобы поехал в Аскал. Если вы помните, какой на Мишле Магомар ездил, но он был молодой, а ему было за 40 лет. А за 40 лет уже поехать как бы по обмену Литвияр не мог, да, молодой не мог, да. И поэтому, конечно, тут я немножко, так сказать, сумел так подвесить, тоже из кандидатов отобрать Литвияра Риманова, и он 4 месяца ласкало стажировался. Потом удалось провести выставку Азбиджанского ковров в ЮНЕСКО. То есть такие небольшие акции мы делали. А какие-то памятники Азербайджана были в то время включены в список культурного расследования? Вот я лично участвовал, значит, уже вот когда Азбиджанск был независим, значит, я вернулся в 1993 году, и я был назначен как бы на две должности сразу, посол по особым поручениям, и генеральный секретар Азбиджанской комиссии по делам ЮНЕСКО. И вот тогда, конечно, активно начали сотрудничать. Да, еще я помню, вот в советское время это был большой успех для маленькой республики. В Баку была выставка ковров, по-моему, в 1983 год. Азбиджанского коврова, то есть не выставка, международная конференция, да. И нам удалось вытащить сюда генерал-инверситета Ахмада Мактар-Мбоу. Это то в советское время, это только решение политбюро. Это очень было сложно, да. Вот. И я, значит, и вот когда я уже в Баку работал, и, естественно, в 1997 году сюда приехала такая миссия, которая помогала вновь образованным странам, новым молодым государствам подготовить соответствующие документы для включения в Всемирный список наследия. И они приехали, и, к сожалению, долгое время мы раскачивались. Дело в том, что все материалы должны быть подготовлены или на английском, или на французском. Он должно быть на языке, как бы, родном английском, родном французском. И у нас, конечно, таких специалистов тогда не было. Сейчас, слава богу, специалисты есть, но, тем не менее, они требовали идеальный язык. И тогда мы написали письмо от имени МИДа, от генеральной комиссии. Да, я должен добавить, что министр национальных дел, он же был председателем Азербайджанской национальной комиссии. А я, как бы, генеральный секретарь. Министры культуры, образования и коммуникации, я и ходил в науку, они были замами председателя. То есть весь блок был представлен. И тогда мы пригласили, я поставил с ЮНЕСКО, они сказали, что, я говорю, мы не потянем сами. То есть мы напишем по-русски, по-азербайджански, но по-английски или французски у нас нет такого специалиста. Они говорят, мы знаем не только у вас, у других тоже нет. У нас есть такая система, мы за свой счет посылаем вам консультанта. Вот нам послали Мейвзат Ирхан, профессора архитектуры из Турции, из Стамбула, который, естественно, с нашими специалистами, я помню, там был Чафар Гиаси, Адалят Мамедов, несколько наших специалистов, которые подготовили материал. И еще легче было, тот знал, как бы, турецкий язык и так далее. В общем, он подготовил очень хорошее обоснование и, значит, включили, значит, в 2000 году ЧАШАР попал в список семерного наследия. Следующий этап был этот самый, уже Мугам. Ну, то же самое, значит, у нас так написать никто не мог. И тогда, значит, ЮНЕСК, тоже за свой счет послала Жанна Дюринга. Это искусствовед из Страсбурга, великолепный знаток Мугама. Мало того, что он знаток, он в 88-м году выпускал первую книгу о жанском Мугаме во Франции. И с 7 ноября 2003 года, значит, в Мугам попал в список семерного наследия. Ну и дальше уже, то есть нематериальный, да-да, шедевр устного творчества, как это называется, да. И сейчас и, так сказать, в связи с назначением первой леди послом доброй воли ЮНЕСКО, это, конечно, большая помощь, понимаете. То есть это тоже, как я говорил, когда сосед нас подставлял, нам было легче проходить. И сейчас тоже есть, представляете, есть проект, представляет первая леди Азербайджана. Естественно, это облегчает путь. Безможно, бюрократия очень сложная. Очень, иногда, к одному слову продирается и так далее. Даже такие вещи просят нам, дайте нам список, скажем, по Мугамату, помню. Всех специалистов, чтобы они поддержат эту идею. Надо всех подписи собирать и так далее, понимаете. Хотя страна-то поддерживает. Они говорят, нет, мы хотим, чтобы общественность, понимаете, да. Так что вот так. И сейчас, конечно, уже я знаю, что Гоблстан прошел. Так я по газетам слежу. Потом сейчас кашуги готовятся, там ковры готовятся. Еще один проект готовился, вот я не знаю, не в курсе, готовился. Есть же еще всемирный список природного наследия. То есть есть материальные, нематериальные, природные и промышленные. Природные мы тогда, когда я еще работал, мы готовили обоснование по Герканскому лесу. Нам помогал тогда фонд Зукова из Германии. Какому лесу, простите? Герканский, это Ленкаранская зона. Там очень древний лес. И вот там, я не знаю, прошел, нет, по-моему, еще нет, потому что газетов не было, да. Нам там помогал, наши немецкие ученые помогали, фонд Зукова, это крупнейший специалист. Вот, это вот. И, конечно, еще, конечно, пожелание мое, хотелось бы, как бывшего сотрудника ЮНЕСКО, промышленно, да, конечно, что-то включить. Вот, мне кажется. Интересно, а какие, допустим, объекты промышленного разработчика могли бы претендовать? Ну, например, скажем, вот, скажем, первая скважина, к сожалению, ее нет уже. Давно ее закрыли, там что-то построили, ну, в 50-е годы не знали, что такое, такой проект будет. Там нету, что построено здание, что такое, первая скважина, конечно. Скажем, можно какой-то из старых заводов, вот, я не в курсе, они остаются еще или нет, скажем, завод Караева, завод Андреева. А то есть это обязательно должно быть старое? Старое, да, с оборудованием несет, ну, хотя бы маленький цех. Я думаю, вот, я думаю, наверное, вот, я знаю, что сейчас музей нефти создан при Сокаре, но я думаю, там, наверное, этим занимаются, потому что я слышал, что там занимаются, да. Какой-то завод, какой-то цех, понимаете, вот что-то. А, допустим, нефтяные камни могут претендовать на включение в список? Ну, по-моему, тоже могут. Если какой-то там старый участок остался, понимаете, надо, чтобы старый, ну, какой-то, скажем, условно, бурильный станок, там, не знаю, начало века. Понимаете, вот что-то должно быть старое, остаться, да. Я знаю, что Германии дали какие-то заброшенные шахты. Можно, и, конечно, есть оборудование, если восстановить маленькое, что там что-то сделать, понимаете, то, чтобы люди привлекать туристов, чтобы видеть, что вот старое было, как люди работали. Или, скажем, вот сделать такую вышку, как раньше вышки делали, может, где-то рядом с первой скважины сделать, и как тартальщики работали, и как ведром тащили, и так далее. Вот какой-то надо создать, понимаете. Ну, с другой стороны, если создать искусственное, я боюсь, они не пропустят, понимаете. Должно быть естественно. Вот это вот. Вы работали в ЮНЕСКО, в Париже в советское время, и вы активно контактировали с членами азербайджанской общины там, то есть с иммигрантами. С иммигрантами, которые по советским меркам считались чуждыми советской власти. Чуждые элементы, да. Это как-то влияло на вашу карьеру? Вы докладывали о своих контактах в советское посольство? Я обычно не делал. Не делал, потому что, в общем-то, вначале я даже боялся контактировать. Но дело в том, что мне дали телефон такие люди в Баку, что я не мог. Я целый год не контактировал. Мне, скажем, маэстро Ниази дал телефон своего племянника, сына Джекумбека. Мне, значит, Абаз Заманов дал, профессор покойный, дал телефон Магерамов, который был советником азербайджанской делегации на Парижской мирной конференции, 19-20 год. Он же дал мне телефон Альмар Дамбека Топчебашева, сын Алихпер Топчебаши, который, в общем-то, 22-го года они поменяли с Топчебаши на Топчебаши. В каком году? В 22-м, да. И я, конечно, боялся, честно говоря, целый год я не контактировал. Но случай такой подвернулся. В 72-м году, я как вначале отмечал, было 50-летие СССР. И в составе, в каждой республике, 15 республик были представлены. И от нашей республики был, значит, покойный Каджим Амедов, тарист, певец Ислам Розаев и кеманчист, дай Богу ему здоровья, Абель Алиев. Ну и, естественно, год пребывая там, знаете, особенно музыка сильно действует, какая-то ностальгия, какая-то грусть появилась, да. И мне захотелось с ними пообщаться, пригласить домой и так далее, да. И вот я с женой, с двумя детьми, значит, пошли за кулисы. И в то же время, там же был на концерте, с нами вместе, я его пригласил, Мамед Джавадж, Джавадзаде, уролог известный, да. Но он тоже аксакал, известный человек в республике, а я молодой и в то время трусливый, конечно, да. И мы пошли, Мамед Джавадж, пошли за кулисы, и там 3-4 азбаджанца, вот так познакомились. И потом, вот первая встреча у меня дома, был, значит, Мамед Джавадж, и вот эти несколько стариков, 3 старика были. И вот так начали контактироваться. Конечно, тоже бежать доклады, я должен пойти докладывать, да. Но я как-то себя успокаивал, что в этот момент Джавадж пригласил, я просто дал место и так далее. Я сам себя обравдывал, понимаете. И вот так получилось, что уже я боялся докладывать, понимаете. Но были случаи, когда, скажем, надо было доложить, потому что этот, скажем, со мной в одном подъезде сделал поэт Кустиков, русский поэт и мажинист. Если вы помните, значит, есть такой снимок, написано поэт и мажинист, без имен. Он там, Есенин, Маренгов, Шишиневич, Кустиков. Он жил со мной в одном подъезде. Теперь не доложить тоже нельзя, потому что наверняка наши знают, что он там, он живет там 50 лет, да. Ну, Кустиков, это не его фамилия, по-моему, да? Ну, что-то мусульманское. Он, да, вот спорный там такое. Одни говорят, что у него армянское происхождение, а другие говорят, что у него черкесское происхождение. Ну, он, мне кажется, тоже был типа такой, как Асадбек, а летлиным мистификатором, да, продумал. Он писал стихи про Коран, на такой стихи, ко Евангелие Ран, как бы объединял Евангелие и Коран, понимаете? Тут я пошел, сказал, что вот, знаете, у меня живет, а навигда мы знаем ничего особенного, потому что квартиру-то мне нашло посольство. Еще у нас было преимущество, что мы не жили в доме, где живут все посольские. Обычно везде посольские живут в одном доме. То есть официально вы не имели отношение к посольству? А нас приравнивали к дипломатам, которым зарплата была маленькая, понимаете, да. Вот, и раз вместе ехали сдавать зарплату, и раз вместе ехали на парцабральность. Не обидно было сдавать зарплату? Ну, немножко обидно, но, с другой стороны, это было, если сравнивать с Баку, с Москвой, это большая зарплата была. По сравнению с другими, конечно, скажем, если получал, условно, американец получал 5 тысяч долларов. Кстати, американцы не стремились в ЮНЕСКО, потому что у них зарплата лучше. Стремились все 100 стран попасть в ЮНЕСКО, понимаете, да. И, значит, если он получал, условно, я говорю, да, в 73-м году 5 тысяч долларов, нам давали 2,5, и тоже не полностью. Из 2,5 еще тысячи, тысячи 200 давал за квартиру. Оставалось где-то тысячи 200, тысячи 300. Ну, 73-70-й год, тысячи 200, тысячи 300 долларов. То есть, советское правительство точно знало, да, наши потребности. Надо было за 5-6 лет, там, чтобы ты отработаешь, сделать деньги на капельную квартиру. На ГАЗ-24. На ГАЗ-24 и на систему. Hi-Fi, понимаете? На стереосистем. Да, вот так и получалось. Это пакет дипломатов советского. Да, да, да. Так что вот так. Поэтому такие, и я должен доложить, потому что, да, еще когда я уже ехал, в Москву сообщают, что вот приезжает новый сотрудник, посольство меня встречало, и уже они размещали гостиницу, через несколько дней, через агентство далее, находили квартиру, которую, как бы, я сам снимал. Но они из моих денег давали туда, да, да. Вот, таким образом, значит, пустику я доложил, естественно, да. Азбурджанцев я не докладывал, да. Но потом я познакомился через несколько дней с одним азбурджанцем, который был единственным азбурджанцем коммунистом. Ивад Лазин Заде, родом из Шуши. Да. Он был членком партии Франции? Франции, да. В Франции, интересно, да. И тут, конечно, я подружил, приглашал его на приемы, потому что все коммунисты французские бывали и так далее, и так далее. То есть я уже лавировал, да, скажем, сына Альмар Дамбека не приглашал, я говорю, там, скажем, а Ивад Лазин Заде приглашал, потому что сказать, что я никого не знаю, тоже было бы неправдой. Вот так проходилось лавировать. Интересно, а как фамилия была этого коммуниста? Ивад Лазин Заде. Азин Заде. Он скончался уже, к сожалению, да. Рамзим Мамин, интересный факт. А этот Азин Заде вы сказали, да? Ивад Лазин Заде, да. Коммунист. А как он попал во Францию? Это первая волна миграции? Это первая волна, скажем, где-то в середине 20-х годов. Он жил в Шуше. Но дело в том, что с появлением первых советских паспортов, значит, было выстроено такое условие. То есть, естественно, все узнали паспорта и так далее. Но были азбаджанцы из Ирана, а его отец родился в селении Агарь. Это под Табризом. Это Южноазербайджан. Южноазербайджан, да. И им сказали, что кто не хочет принимать паспорта, оставаться просто так жить нельзя. И это назывался упрощенный переход границы. То есть, им дали один-два дня времени, так, и всех группой все отправили. Я не исключаю, что, скажем, наши знаменитые в Америке, вот, ученые-азбаджанцы, Литвизаде, вот, они также уехали. Мне просто интересно, если он придерживался коммунистических убеждений, зачем он покидал? Потом, потом он, потом, да, потом стал коммунистом. Он по специальности был партной, один из высококлассных партнеров Парижа. То есть, в центре Парижа, он был ателье и так далее. Ну, уже он был старый, когда мы с ним познакомились, уже, так сказать, клиентов мало было, да. Уже пошли, конечно, там все это. Он стал коммунистом после того, как у него стало мало клиентов? Я думаю, нет, он стал, нет, после войны. После войны, потому что после войны была огромная любовь к Советскому Союзу. Вы знаете же, Марис Торец, который возглавлял Компартию Франции, он же попал в правительство, правительство Народного фронта, так называлось того. Поэтому, конечно, на такой СССР, такое, я вам скажу, уважение было огромное. И вообще, я должен сказать, что Франция всегда, и в царское время с Россией была близка, и в Советскому Союзу, и сейчас, в общем-то, всегда эти две страны, так сказать. Ну, бывали случаи, конечно, похолодания отношений, но в целом французы обязаны, в общем, своему, как сказать, остались живых, первой мировой войне, это россиян, царская армия, понимаете. Скажем, тот же поход Самсонова, где вся армия погибла, они спасали французов, понимаете. И поэтому, когда первая эмиграция, особенно русская, появилась, скажем, тоже князь Николай Николаевич, это дядя царя, то есть самые высокие почести и так далее, были оказаны, он, да, как бы, как полнокомандующий союзного войска. Во времена СССР советским людям запрещали контактировать с родственниками за рубежом, и я даже помню, вот, когда я выезжал в 1984 году в Венгрию, в анкетах был такой пункт, есть ли у вас родственники за рубежом. Если ты отвечал «да», то ты автоматически лишался права выезжать за рубеж. И в то же время армянам разрешали контактировать со своими родственниками за рубежом. Более того, они переписывались, ездили друг к другу в гости, помогали материально зарубежные армяне, армянам в Армении. Почему армянам было сделано такое исключение? Вы знаете, на мой взгляд, конечно, я эту проблему не изучал. Дело в том, что еще в 2018 году, когда возникли три республики, очень циркулировала идея, что каждая республика в отдельности трудно будет, так сказать, просуждать. И, скажем, один из первых, так сказать, активистов идеи Кавказского дома, это выдвигал Аль-Мардан Бектоп Шибаш, включая Армения, Азербайджан, Грузия и Северный Кавказ. Но никогда, не в те годы, не позже в эмиграции, потому что эмиграция эта идея тоже циркулировала, что нам одним будет трудно, надо Кавказ, Северный Кавказ, Армения, Грузия, Азербайджан и так далее. Но армяне на эту идею не шли, потому что основывали тем, что если мы вступаем в кавказское государство в будущее, то таким образом мы отрекаемся от шести билетов Турции. А Армения не маленькая страна, она вот такая, она здесь часть, а часть там. Вот одна из причин, к которой они вступали, не были активистами идеи, поборниками идеи Кавказского дома, Кавказской конфедерации, понимаете. Ну и потом они сумели как-то сделать, что даже после войны у них уже был комитет типа по связи с диаспорой. Вот у нас появилось, скажем, где-то, я вам скажу, в начале 80-х годов общество Вертань. А у них давно было это, понимаете, вот им разрешали. Потом в 48-м году, конечно, массовое возвращение армян, они это просто пробили. То есть они все время, вот и до сих пор, мне кажется, что они идею выдвигают, что Армения не только здесь, Армения и в Турции есть, и плюс диаспора, понимаете. А идея общего Кавказского дома принадлежала Топчебашеву? Одному, да, одной. Ну, он высказывал, там высказывал, этот момент Амин Расулзаде, высказывал Хейдар. Ну, потому что сейчас приписывают это исключительно Расулзаде. Не-не-не. Первый, насколько я знаю, первый это был Альмардан Бектович Башев. Ну, конечно, трудно сказать, кто первый, кто второй, понимаете. Но я помню, что на всех его статьях о нем, во время похорон его и так далее, все кавказцы говорили, что поборник людей является Альмардан Бектович Башев. Но на последней стадии, я скажу, в 30-х годах, было тоже соответствующее разногласие между нашей политической миграцией. Я хочу добавить, что я так больше занимался политической миграцией. Значит, в 31-м году турецкое правительство, личным указанием Кемалатар Турки, Мамедамир Расулзаде, значит, сказали персону Нонграда, вы должны покинуться пределы Турции. А из каких собратьев? А потому что его практически все его публикации, книги, брошюры, статьи были направлены, конечно, против Совета Союза. А отношения Турции с Союзом налаживались. И поэтому его, значит, выдворили из Турции. Принесли в жертву. Да, принесли в жертву. У него, конечно, была близость, он все-таки когда-то был социал-демократом, у него была близость, скажем, с этими грузинскими социалистами, армянскими социалистами. Понимаете, какая-то была общая идея. И он вот в 30-е годы основным, как бы, после Стопчубашева был поборником идеи Кавказского дома. И вот эмиграция, масса, которая осталась в Турции, она его, Мамедамина, как обвиняла, что он предал идеи туркизма. Ну, Роман Семен, все-таки и по духу, и по менталитету, и с религиозной точки зрения Турция нам ближе, чем Франция. А почему политическая эмиграция азербайджанская оказалась в Париже, а не в Стамбуле или в Анкаре? Нет, Астана была в Стамбуле. Астана была в Стамбуле, потому что первая волна вообще эмиграции ушла в Иран и Турцию. Ну, знаковые имена, такие как Аль-Мардамбер, они были в Париже. Да, в этом несколько человек было, потому что они были в делегации. Они были в делегации. То есть, не возвращенцы. Да, они возвращенцы. И плюс, одна из причин, я как-то в одной своей статье указывал, что одна из причин, почему Аль-Мардамбер тоже мог поехать в Турцию, и, может быть, там легче ему жилось бы, понимаете. Одна идея была, что все кавказцы там, то есть делегация Армении, Грузии, Азербайджана, Северного Кавказа, которые участвовали на Парижской мирной конференции, все были в Париже. Понимаете? И им было легче контактировать. И все, начиная уже с 22-23 года, все демарши, они писали вместе. Лигу наций, там, скажем, президентом каких-то республик, стран и так далее, они все писали вместе. А не было разногласий по поводу территориальных вопросов между Армянской и Азербайджанской делегацией? Да, это естественно было, но на тот момент они, конечно, это не упоминали. Обходили. Обходили, да. Например, смешной случай был, когда, по-моему, в январе или феврале 2020 года рассматривается вопрос границ во время Парижской мирной конференции. И вот у нас с армянами проблема, гурзин с армянами проблема, да. И, конечно, это великим державам надоело говорить, ребята, разберитесь сами, да. Иначе вообще вас не признают. Кое-как, в общем, видимо, замолчали в тот момент. И три республики признали. Де-факто Армению и Азербайджан, а Де-Юре и Грузию. А Горзинский сборку не признали. То есть эта проблема стояла. Но в какой-то момент она начинала, как сказать, становиться очень жесткой, острой. Какие-то моменты они ради общих идей, они это смягчали. Понимаете? Вот такая была ситуация. Рамзин, когда мы с вами беседовали до передачи, вы затронули интересный момент. Вот сейчас в современном азербайджанском обществе находятся люди, которые то ли в силу своего недостаточного культурного развития или воспитания делят, пытаются делить азербайджанцев на русскоязычных и азербайджанноязычных. И вы сказали, что подобная проблема была в то время в Турции среди эмиграции. Расскажите об этом немножко. Ну, я говорю, это, конечно, очень грустный факт. Я всегда считаю, что такое деление, ну, это искусственное что-то деление. Как это получилось, я не знаю. Ну, вот одна причина, конечно, я скажу, 20-е годы, когда, значит, установил советский власть в Азербайджане. Азербайджанцев, знающих русскоязычных было очень мало. И, конечно, все, как сказать, такие должности, я даже сказал, верховные, да и не только высшие должности, но и средние, и низкие, занимали, кстати, других национальностей. И азербайджанцы поняли, ну, и Нариманов очень много ратовал, что надо изучать русский язык, там, и Сейда Азимширвани. Ну, все наши деятели, да, тоже, так сказать, ратовали за изучение русского языка, потому что без этого не было возможности, понимаете. Я вспоминаю, что вот в некоторых деревнях, там, скажем, там, Гедобеке, Ордубаде, понимаете, я помню, там, где-то читал, что, скажем, приехал какой-то армянин, Ордубад, открыл какой-то цех, там, шелкоматальный, там, что-то такое, и он знал русский язык по этому. Ему доверила, значит, местная, так сказать, царская власть. А руководство, наверное, владело русским языком? Ну, руководство, да, почти все, да. Ну, мало того, что они, а переписка здесь сейчас по-русски. Любимый азоб... Азобеджанский по-русски. Скажем, Адали Конхойск по-русски писал, Торн Чубаш писал по-азобеджанский по-русски, Омедоми Бек писал по-азобеджанский по-русски. Они оба владели очень хорошо. И даже в 30-е годы можно встретить письма, переписка, скажем, когда... Я так чувствовал, что когда они хотели что-то скрыть, они писали о азобеджанском старом шрифте. А когда вот так, они писали по-русски. Мамедамина масса писем есть по-русски, джиэтон бегает по-русски, скажем, я нашел недавно в архиве, но это известно, факт просто я недавно нашел, в 30-м году Мамедамина Васуздадов выступал в Париже на русском языке на тему современной азербайджанской литературы. Но было, знаете, какое там, не столько, я думаю, противоречия русскоязычными и азербайджанными, там был вопрос Турции еще, потому что были в Европе азербайджанцы, да, Альмардан Бектоп Шибашев, Чеху Наджбели, Мамедрам, Шейхул Исламов, потом к ним присоединился Мамедамина, потому что уехал из Турции в 30-м году. Они, конечно, более тяготели как бы к Европе, так скажем, да, так вот, да. А те, кто жили в Турции, они считали, что они, вот, это самое, да, как сказать, как изменяют туркизму и так далее, и так далее, понимаете? Ну, какой-то такой, было тоже, конечно, такая немножко. Но в то время я должен сказать, что, в общем, они все-таки азербайджанский, русскоязычный, который кончали Петербург и Киеве, азербайджанский хорошо знали, потому что в детстве начинали с азербайджанского. Скажем, мне рассказывал Олег Первертоп Шибашев, сын Альмардан Беков, что мы, когда в Баку учились, им преподавал азербайджанский язык, тогда даже азербайджанский язык не было, там была только религия. То есть в русской школе в Баку ты не мог изучать азербайджанский язык, понимаете? И ты изучал, только им давали два часа, скажем, русским там, православие, нам, ислам. И вот там был педагогом, он говорит, я всегда им обязан, это брат Абдула Шаека, писатель известного, и он был педагогом, как бы, Корана, но фактически он вместо Корана написал историю литературы Азербайджана. Так что вот это тоже было, потому что азербайджанский язык, конечно, не развивался. Из-за этого, конечно, мы в 20-е годы очень много потеряли, потому что специалистов, как бы, без знания русского языка не брали на работу. И вот, может, оттуда и возникло такое, знаете, отношение друг к другу, что русскоязычное пробивается, а это не пробивается, тоже может быть, да. Роман Зимеев, вы интересную мысль высказали, тоже в нашей беседе до передачи, что в России прививались навыки демократии азербайджанцев, то есть депутаты Российской Думы, они учились навыкам демократии, и идея АДР родилась именно там. Вот я считаю, что идея АДР, конечно, еще помогла этому, потому что вот наша вот эта передовая интеллигенция, она участвовала активно в жизни, в первой думе, второй, третий, четвертый, везде участвовали азербайджанцы. Азербайджанцы, по-моему, не только, скажем, из-за польской губернии, из Кабакинской губернии и из Ереванской губернии тоже азербайджанцы были там представлены, понимаете. Вот, так что они, как бы, первые навыки, вот широкий парламент, все, они там прошли, надо откровенно сказать, понимаете. Они это изучали, через них они знакомились, как бы, с европейской системой ценностей и так далее. И вот это, мне кажется, вот это участие в Думе помогло, там, скажем, вопрос равноправия, прав человека, вопрос равного доступа женщинам и мужчинам и так далее, то, что есть в программе АДР. Это все, мне кажется, имело влияние, понимаете. Вам взяли, азербайджанская эмиграция во Франции, вы считаетесь экспертом в этом вопросе. Ну, не совсем так, просто тогда знали. Ну, во всех случаях, я, насколько знаю, была первая волна эмиграции. Первая, да. Это люди, которые не вернулись после... Да, студенты остались там, да, студенты, бизнесмены, да, военные, да. В 20-е годы, да. Была вторая волна эмиграции, это люди, которые не возвращались после Великой Отечественной войны, вернее, после Второй мировой войны. Но была еще и третья волна эмиграции, это люди, которые покинули Азербайджан в годы хаоса, неразберихи, это конец 80-х, начало 90-х. Занимались ли вы этой волной эмиграции? Есть ли яркие личности в этой третьей волне? Нет, я не занимался, потому что, ну, эти люди поехали, как вам сказать, ну, по экономическим соображениям. Да. Ну, мне сейчас это интересно, потому что меня все-таки интересовало первая политическая эмиграция. Да, вторая тоже относительно интересовала. Потому что, знаете, это... Я, например, почему вас заинтересовал? Скажем, я впервые, будучи за границей, прочитал книгу Эфируза Казан-Заде «Борьба за Закавказье». То есть я первый раз увидел другую точку зрения. И, естественно, когда я стал знакомиться, я всегда спрашивал, а кто это был, а как это было и так далее, понимаете? Ну, например, в момент Магерама мне говорил одну фразу, которую я часто повторяю. Я ему тоже спрашиваю, я говорю, а что вы сделали? Вот 23 месяца, что вам удалось добиться и так далее? Он говорит, мы сделали одно. Я думаю, что он прав, понимаете? Он говорит, мы одно сделали. Создав Азбриджанскую республику, мы дали возможность потом переходить ее в Азбриджанскую СССР. Понимаете? И представьте себе, а такие были идеи, там, того Шамьяна. Он говорит, пусть где-то создают Азбриджанскую республику, кроме Баку. То есть Бакинский регион хотели выделить. И даже после Шамьяна тоже, в середине 20-х годов у нас же были, знаете, Киров, там, Мирзоян, Саркиц, которые были руководителями Азбриджанской партийной организации. И они хотели сделать это самое, Бакинский отдельный район. И в этот момент Магерама говорил, что, ну, представьте себе, что не было АДР. Этот район стал бы автономной, в лучшем случае автономной области, ну, автономной республикой, может быть, в составе СССР. Там были бы большие, понимаете. Есть президент Шамьяна, вот сейчас можете посмотреть, избранный сочинение, где-то, скажем, пусть создают где хотят, кроме Баку. Ну, ясно, что Баку был главным, да, в то время вообще, так сказать. Лакомые кусочки. Да, да, понимаете. Вам извиняюсь, почему азербайджанская эмиграция в Париже бедствовала? Вот я пример приведу, даже такая известная личность, как Банин, Бумель Бану. До того, как стать писательницей, она, в общем-то, не шиковала и жила в сосненных условиях. А она внучка Нагеева и Асадулаева, да, нефтепромышленников известных. Почему так получилось? А куда девались эти несметные богатства? Они же их дома под подушкой не держались, даже дожидая учеников. Вы знаете, вот это тоже есть момент. Я хочу вспомнить эту самую пьесу Рау Гаджио. Но вы молодой, наверное, не видели? Перекресток назвался, музыкальная комедия. Не видели, да? Эта музыкальная комедия на русском языке оставилась где-то в 70-е годы в нашей музыкомедии. Там очень хороший эпизод, который все объясняет. То есть это будет моим ответом. Значит, в Баку начинается нефтяной бум. И трое друзей. Значит, продавец-кондитерский, азербайджанец, портной еврей и этот самый парикмахер армянин. Три друга живут на одной улице. И они говорят, слушай, а вот... И вдруг у азербайджанца... Азербайджанец жил, скажем, ну, условно, в Мордокянах, но работал в Баку, продавал магазины в Баку. У него нефть нашли. Ему дают огромные деньги. И он приходит, значит, советоваться с евреями-армянинами, что мне делать. Они говорят, сколько тебе дают? Он говорит, миллион золота мне дают. Я говорю, я не знаю, что делать, азербайджанец говорит. Как вы думаете? Еврей говорит, что я бы построил бы дом, два-три дома, доходных домов. Их сдавал бы, но продолжал бы шить все-таки. Это же специально. А он армянин говорит, а ты что взял бы? Он говорит, я положил бы банк в Европе, снимал бы проценты. Понимаете? Вот такая была ситуация, понимаете? Ну, если конкретно они говорят, это как бы пьеза, шутка, это комедия, это музыкальная комедия. Они уехали, конечно, и как многие русские, на чемоданах все время. Я подозреваю, что ни Асадуллаев, ни Нагиев в банках ничего не держали здесь, к сожалению. Ментальность. Да, ментальность лучше дома должно быть, понимаете? И сейчас в Баку есть люди говорят, зачем банк давать? Банк может прогореть, а так в сундуке держать, понимаете? Вот, например, как повезло, скажем, тому же Бакинцу этому, как фамилия? Гукасову. У него... Гукасян. Гукасян. Да, были деньги на Западе, плюс его корабли, по-моему, с нефтью и так далее. На момент апрельской революции Баку, они были за границей, понимаете? Вот так ему повезло, да. А эти, конечно, взяли с собой драгоценные и так далее, вот на это они жили. Это бизнесмены наши. А что касается интеллигенции Топ Чубашев, скажем, Шейху Исламов, Мамед Амир Асунзадея, скажем, и другие наши, там, Хальми Хасмамидов, они же, в общем-то, ничего не имели, понимаете? Вот вопрос про проблемы, да. И у меня есть письма, я провел письма, провел письма в архив, где в 1932 году Топ Чубашев пишет Джихун Хаджбилей, что нет денег заплатить за свет, газ и воду. Вот так. Мамед Асунзадея, в 1975 году покойник Гайдар Алиев возглавлял республику, и в этом году он послал приглашение Алимардану Топ Чубаши посетить Азербайджан. В советское время этот шаг требовал определенного мужества, потому что, в общем-то, это считался враг народа. Ну да, его отец считался анти-советчик, враг народа, антикоммунистик и так далее, да. А, что послужило для этого шага? Ну, это так, как-то полностью, я тоже как-то с этим делом связан. Я, когда с ним познакомился, конечно, этот человек очень, так сказать, интеллигентный, обаятельный человек, который прекрасно он, азербайджанский, русский язык, французский, естественно, очень образованный. Вот, и он как-то мне пожаловался, что, в общем, ну, это тоже понятно было, что мой отец, его отец, конечно, выдающийся, азербайджанец, очень много сделал. Вот, что, в общем-то, как-то забыли его отца и так далее. Ну, я объяснял, что ситуация такая, что я могу сделать, так сказать, рядовой дипломат, рядовой гражданин СССР. Я говорю, может, когда-нибудь что-то будет. Он говорит, вот Раф Гаджи был здесь. Я попросил, он мне приглашение не сделал. А Раф Гаджи был родственник, то есть, значит, Хасан Бекзар-Лабей, есть дочь, как была дочь, Гарриб Султан, она усыновила Раф Гаджи, они тоже близкие родственники были, да. Ну, я не знаю, Раф Гаджи тоже сейчас скончался, почему он, может, он как-то не решился доложить, я не знаю, почему-то, да. И Олег Тербайк мне сказал, что, в общем, что-то Раф обещал, ничего не сделал, да. Ну, я тогда молодой был, так смелый, как говорится, да. Ну, я когда зашел, отцу рассказал, что вот так, а он говорит, Костянечка, какое твое дело вот это, зачем тебе это нужно? Я полицейский, да. Я говорю, нет, ну, я был приятный, такой умный старик, там. Потом по делам вижу, он же мне что-то показывал, какие-то вещи, да, что это. Он говорит, знаешь, давай, а он дружился с Майдаличем Врагимовым, бывшим ректором Азии, дай Бог ему здоровья, ему сейчас 95 лет. Да, он был первым зампредом Сормина Республики, да. Я пошел к нему, да. Ну, он сказал, что рассказал, да, интересно, там, то и все, да. Я говорю, у него архив есть, там, то есть, то есть, история Азербайджана. И он говорит, напиши записку на имя первого сектора. Ну, тогда был Геннадий Республики, первая статья, какого-то партия Азербайджана, руководитель Республики. Говорит, напиши на его это самое. Я говорю, неудобно. Он говорит, нет, напиши, да, напиши. То есть, я, значит, написал и отдал самого наличия. Через два дня меня Геннадий Республики пригласил, да. И, так, конечно, мандраж был у меня такой первый раз, третий был, да. Но он, я скажу так, вот умеет, он так снял волнение, что через, ну, буквально пять минут я как с вами говорил, как-то, да, расслабился, да, да. Он сказал, нет проблем, мы сделаем, да. Вы считаете, ну, так, архив интересный. Я говорю, ну, я весь архив не смотрел, но по его рассказам я вижу, что очень много касается, не только России, то есть Азербайджан, Азербайджан, 20-й год, ну, и царское время, вот этот съезд мусульман, там, все и как далее. Ну, вот. И он сказал, хорошо. И через год, по-моему, приехал Закир Нарманович Багиров, больше не сказал, сделал, к сожалению, все время приходится, говорит, покойный, да. Он привез пригласительный. Конечно, Алик Багиров был дико рад, очень был рад, да, конечно, да. Он, в общем, как-то так, ну, чувствовал, да, ко мне другое отношение стало, да. Ну, к сожалению, через полгода он скончался, понимаете. Ну, в советское время пробить такое приглашение было сложно. Да, это надо, в первый раз, через Москву. Это сейчас, да, 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 сюда, через Москву, да, через Москву получить разрешение и так далее. Он говорит, ну, я считаю, что, в общем-то, и застулы Геодера Алича в том числе создали общество Атаня. То есть, если бы не хотели нам создавать, потому что, ну, надо признать, что у нас не было такого количества, как армян, евреев, скажем, да. Грузин тоже мало, в общем-то, да. Вот, и, конечно, он пробил это общий Атаня, конечно, если бы не, как бы, давление Геодера Алича в Москве не пропустили бы. Создали общий Атаня, в центре губы дали здание, потом газеты выпускали от Лар-Юрду, да. Так что, вот это, конечно, большая заслуга Геодера Алича. Рамзин, в 25-м году на сцене Парижского театра была поставлена опера «Ашималан». «Ашималан», да. А у вас есть какие-нибудь сведения об этом? Кто переводил, кто принял участие, кто играл, какие гости были? Значит, часть архива я передал в Госархив Азербайджана, и часть афиши и так далее я передал в это самое. И рецензий на этот спектакль я передал в музей Заребека Джебекова. А какие были рецензии? Это, значит, очень хорошее. Переводил, значит, Лили Маджнун, значит, Джебекумбек. И вот это его рукопись, рукопись, карандаш, кстати, карандаш хорошо сохраняется. Его карандаш, рукопись, ведь сам находится в нашем госархиве. Лили Маджнун или Аршималан? То есть, нет, Аршималан, извините, да. Аршималан. Он перевел на... Ну, Елис тоже была обида его сына, конечно, до сих пор Бакут и спор идет. Я не знаю, почему это вопрос не решается. Значит, дело в том, что он, если посмотрят афиши 16-го года, везде идет опера или там мужскомедия, комедия, там братьев Уз и ДЖ Гаджебековых. Везде идет. Значит, у меня единственный раз, я, конечно, однажды вспомнил в газете, потом меня позвонил Рамазан Халинов, директор музея Узера Гаджебекова. Мы с ним встретились. Ну, он оксакал, мне неудобно, как-то было с ним так оспаривать. Я говорю, что это есть все-таки право автора. Он говорит, вы знаете, говорит, ДЖ Гаджебеков был молодой, и Узеребеков я хотел подтянуть, там, я не знаю, там, приобщить и так далее. Я говорю, вы знаете, это вы предполагаете. Но Узеребек поставил двух авторов. Если условно, сегодня я напишу книгу и поставлю имя моей дочери, соавтора, которую вы знаете, не Георг, скажем, Абуталыбова, но это же мое право. Писала она там две страницы, пять страниц, не имеет значения. Ну, сейчас тоже, говорят, какие-то споры, говорят, что нет. А почему нет? Вот я не понимаю. Почему нельзя написать, что опера братьев Гаджебековых? Как был на афишах дореволюционных. Гаджебек, спасибо вам за то, что вы продолжаете активную деятельность, вы помогаете нам лучше знать нашу историю. Спасибо за то, что вы пришли на передачу. Я желаю вам активного долголетия. Спасибо вам большое, спасибо, что приносили. Мне очень приятно общаться с вами. Спасибо. 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 Спасибо.